Дорогие друзья, добрый вечер! Мы собрались сегодня по особенной дате. И вот и дети, и родители, и дорогие гости. Завтра достаточно грустная дата. Это 180 лет, как состоялась дуэль Пушкина и Дантеса. То есть дуэль состоялась как бы вчера, а завтра – это день, когда не стало нашего великого Пушкина. Мы у себя в центре «Катюша» каждый год отмечаем не только круглые даты, но каждый год в этот день мы целый день читаем Пушкина. Неважно, можно читать. И может, не совсем как бы художественно, но главное, что мы вспоминаем, и главное, что мы знаем, интересуемся нашим великим поэтом. Конечно, дата очень грустная, но печаль наша все-таки светла, потому что Александр Сергеевич Пушкин оставил нам великое наследство гениальное. И мы еще не одно поколение будет радоваться и считать этот день, тем не менее, праздником, потому что есть величайшие произведения Александра Сергеевича Пушкина. И сегодня дети из центра «Катюша» почитают как раз именно свои любимые стихи Пушкина. И начнет наш вечер Максим Тимошенко. Прошу вас. Зима. Зима. Крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облачке, в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж отморозил пальчик, ему не больно и смешно, а мать грозит ему в окно. Спасибо, Максим. Так, следующий у нас Саша Кузьмина прочтет стихотворение «Цветок». Цветок, засохший безуханной, забытый в книге, вижу я. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Где цвел, когда, какой весною, и долго ли цвел, и сорван кем? Чужой, знакомый ли рукою, и положен сюда, зачем? На память нежного ли свидания, или разлуки роковой, или одинокого гулянья, в тиши полей, в тени лесной. И жив ли тот, и та жива ли, и нынче, где их уголок? Или они уже увяли, как сей неведомый цветок? Спасибо, Саша. Спасибо. Елизавета Кобзева прочтет отрывок из поэмы «Медный садник». На берегу пустынных волн Стоял он, Дум великих полн, И вдаль глядел. Пред ним широко река неслась, Бедный челн по ней стремился одиноко, По мшистым топким берегам, Чернили избы здесь и там, Приют убогого чехонца, И лес неведомым лучом В тумане спрятанного солнца Кругом шумел. И думал он, Отсель грозить мы будем шведу, Здесь будет город заложен, На зло надменному соседу. Природы здесь нам суждено В Европу прорубить окно, Ногою твердой встать при море. Сюда, по новым им волнам, Все флаги в гости будут к нам, И запируем на просторе. Прошло сто лет, И юный град полношных стран красой дива, Из тьмы лесов, из стопи блат, Вознесся пышно, горделиво, Где прежде финский рыболов, Печальный пасынок природы, Один у низких берегов бросал В неведомые воды Свой ветхий немод. Ныне там, по оживленным берегам, Громады стройные теснятся, Дворцов и башен, Корабли толпой со всех концов земли, К богатым пристаням стремятся. В гранит оделась неба, Мосты повисли над водами, Темно-зелеными садами Ее покрылись острова. И перед младшею столицей Померкла старая Москва, Как перед новою царицей Парфироносная вдова. А сейчас Элина Чевелева Прочтет нам стихотворение Кобылица. Кобылица, молодая, Честь кавказского тавра, Что ты мучишься, удаладе, И тебе пришла пора? Не косись пугливым оком, Ног на воздух не мечи, В поле гладком и широком Своенравно не скачи, Погоди, тебя заставлю я Смириться подо мной, В мирный круг твой бег Направлю укороченной уздой. Спасибо, Эленька. Конечно, есть огромное количество Произведений, стихов, поэм, Посвященные именно Александру Сергеевичу Пушкину. Мы также много читаем Именно эти произведения тоже, Поскольку для нас все, Где упоминается именно имя Пушкина, Очень дорого. Сейчас Даня Романов прочтет Как называется твое стихотворение? О Пушкине. О Пушкине, да. И Пушкин падает В голубоватый колючий снег, Он знает, здесь конец, Недаром в кровь его влетел Крылатый, безжалостный, И сжалищий свинец. Кровь на рубахе, Полость меховая откинута, Полозья дребезжат. Леса и снег, и скука путевая Возок уносится назад, Назад. Он дремлет. Пушкин вспоминает снова То, что влюбленному забыть нельзя, Рассыпанные кудри гончаровой И тихие медовые глаза. Случайный ветер Не разгонит скуку, Пустынный хвой Замирает край. Наемник обезжалостную руку Наводит на поэта Николай. Он здесь жандарм, Он из-за хвоя леса Следит упорно. Взведены ль курки, Глядят на русский пистолет Дантеса, Его тупые скользкие зрачки. И мне ли, Выученному, как надо писать стихи, Из винтовки бить, Певца убийцам не найти награду, За кровь пролитую не отомстить. Я мстил за Пушкина под прикопом, Я Пушкина через Урал пронес, Я с Пушкиным шатался по окопам, Покрытый в шаме голоден и босс. И сердце колотилось безотчетно, И вольно пламень в сердце закипал, И в свисте пуль за песни пулеметной Я вдохновенно Пушкина читал. Идут года, Дорогой неуклонной Клокочет сердце Песеный прорыв, Цветет весна, И Пушкин отомщенный, Все так же сладостно вольнолюбив. Спасибо, спасибо. Это Эдуард Багрицкий о Пушкине. Следующий. Кто у нас? Так, Петрова. Лиза Петрова прочтет стихи, которые называются Птичка. В чужбине свято наблюдаю Родной обычаи старины. На волю Птичку выпускаю При светлом празднике Весны. Я стал доступен Утюшенье. За что На Бога мне роптать, Когда хоть Одному творенью Я мог Свободу Даровать. Так, Таня. Таня, где ты? Таня Зайцева Прочтет сейчас Как стихи называются? А, Счастливчик Пушкин, да? Булата Куржава. Александру Сергеевичу Хорошо, Ему прекрасно Гудит мельничное колесо. Боль угасла, Баба щурится из избы, В небе жаворонки, Только десять минут езды До ближней ярмарки. У него ремесло Первый сорт И перо остро. Он губастый учен Как черт. И ему все просто. Жил в Одессе, Бывал в Крыму, Ездил в карете, Деньги в долг Давали ему до самой смерти. Очень вежливые тихи, Делами замученные, Жандармы его стихи, И на память заучивали. Даже царь Приглашал его в дом, Желая при этом Потрепаться о том, о сём, С таким поэтом. Он красивых женщин любил Любовью нечинной, И даже убит он был Красивым мужчиной. Он умел бумагу марать Потреск свечки. Ему было За что умирать У чёрной Речки. Спасибо. Спасибо, Таня. Амелия Разыева Прочтёт отрывок Из сказки О попе И его работнике Балде. Жил-был поп Толоконный лоб. Пошёл поп По базару Посмотреть себе Кое-какого товару. Навстречу ему Балда. Идёт сам Не знаю куда. Что батька Так рано поднялся? Чего ты взыскался? Поп ему в ответ Нужен мне работник Повар, Конюх И плотник. А где мне найти такого Служителя Не слишком дорогого? Балда ему говорит Буду служить тебе славно Усердно И очень исправно В год Затрыщил-ка тебе полбу Есть же мне давай Варёную полбу Призадумался поп Стал себе Почёсывать лоб Щёлк-щелку Ветерось Да понаделся На русский авось Ладно Не будет нам Обомнокладно Поживи-ка на моём Предворье Окажи своё Усердие И проворье Живёт балда В поповом доме Спит себе на соломе Ест за четверых Работает за семерых До светла всё у него пляшет Лошадь запряжет Полусу спашет Печку затопит Всё заготовит Закупит Яичко испечёт Да сам и облупит Попадья Балдой не нахвалится Поповна Обалделишь И печалится Попёнок Зовёт его Тятей Кашу заварит Нянчится С детятей Только поп Один балду Не любит Никогда Его не приголубит О расплате Думает Частенько Время идёт И срок Уже близенько Поп Не ест Не пьёт Ночью Не спит Лоб у него Заранее Трещит Спасибо Спасибо А сейчас Лиза Кобзева Где ты? Да Прочтёт Стихи Которые называются Ты видел Деву На скале В одежде белой Над волнами Когда Вбушуя В бурной мгле Играло Море С берегами Когда Луч Солнцем Озарял Её Вовсечасно Блеском Алым И ветер Бился И летал С её Летучим Покрывалом Прекрасно Море В бурной мгле И небо В блесках Без лазури Но Верь мне Дева На скале Прекрасней Волн Небес И Буря Спасибо Спасибо Лиза Спасибо Таня Ещё раз Таня сейчас Прочтёт Стихи Белы Ахмадулиной Как? Дуэль И снова Как огни Мартенов Огни Грозы Над темнотой То Кто 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 Победил Приметом Другой Другой Победил Другой Не тот Кто на снегу Примятом Лежал Кудрявой Головой Что Что делать Если В схватке Дикой Всегда Я дурак Был На виду Меж тем Как Человек Великий Как Мальчик Попадал В беду Чем Я Утешу Поражённых Ничтожным Превосходством Зла Прославленных И Побеждённых Поэтов Погибавших Зря Я Так Скажу Не В этом Дело Давным Давно Который Год Забыли Мы Или Проглядели Но Всё Идёт Наоборот Мартынов Пал Под Той Горою Он Был Наказан Тяжело И Вороньё Ночной Порою Его Терзало И Несло А Лермонтов Зато Сначала Всё Начинал И Гнал Коня И Женщина Ему Кричала Люби Меня Люби Меня Дантес Лежал Среди Сугробов Подняться Не Умел Земли А Мимо Медленно Сурово Не Оглянувшись Люди Шли Он Умер Или Жив Остался Медленно 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 Спасибо Медленно Шли Звук Шли Жив Ан Lyn Пушкина И птичка Вылетает Мы будем счастливы Благодаренью снимку Пусть жизнь короткая Проносится и тает На веки Вечные Мы все теперь В обнимку На фоне Пушкина И птичка Вылетает Спасибо Это были дети Из центра эстетики И красоты Катюша Которые прямо во дворе Здравствует И проживает Спасибо вам всем за внимание Спасибо Спасибо Благодарю вас, ребята Спасибо